всем привет сегодня я разбираю тайную квартиру с тайной комнатой отжига основа на которую недавно мы видели мы делали видео обзор спа жеребен вот здесь вы можете посмотреть трехкомнатная поехали поехали итак семейная трехкомнатная квартира отжика основы почему трехкомнатная я так и не понял дорогие друзья потому что сравнивая эту трехкомнатную с предыдущей двухкомнатной вот вы можете сами в этом убедиться я не вижу 3 комнаты квартиры одинаковые у них даже квадратура примерно похоже может быть я что-то упустил и сделал такое предположение что здесь возможно есть какая-то тайная комната про которую я и говорил ребята но вот одна спальня вот вторая спальня а где третья та комната но если это евро трешка как называют застройщики и и ну типа кухня гостиная то есть комната то тогда почему такая же планировка называется двухкомнатная уютная ничего не понятно в общем ребята из основы объясните мне пожалуйста в чем разница объясните в чем подвох где та самая тайная комната подписчики ждут требует потому что и мне это интересно и им я уверен тоже ну что здесь мы видим мы здесь видим одну спальню вторую спальню и кухню-гостиную которая по квадратным метрам меньше чем в двухкомнатной но я всегда считал что если квартира трехкомнатная предполагается что в ней будет побольше народу проживать а это значит что общая комната кухня-гостиная должна быть побольше она здесь 16 с половиной квадратных метров а в двухкомнатной которую я ранее разбирал вот здесь можете посмотреть 18 с половиной квадратных метров на целый на целых два квадратных метров меньше и что же пишет застройщик по этому поводу я вам сейчас прочитаю здесь есть все вы поняли все что нужно для комфортной жизни ребята если вы знали что нужно для комфортной жизни вы бы таких планировок не делали вы бы их делали немножко по-другому два санузла помогут родителям и детям быстрее собираться по утрам на работу и в школу подождите а в похожей планировки ранее у двухкомнатной там что это не предполагается непонятно спальне есть гардеробная которая поможет разгрузить квартиру от сезонных вещей ага то есть сразу предполагается что вы сезонные вещи будете утаскивать в спальню то есть я такой пуховик уношу зимой и вешаю в шкаф который в спальне очень странный комфорт я бы вам так сказал а в большой кухне гости в большой ребята в большой кухне гостиной выходом на лоджию удобно собираться всей семьей и принимать гостей аллилуйя в большой гостиной ребята 16 с половиной квадратных метров это блин у меня спальня была в сталинке понимаете вот или в хрущевке гостиной она там 16 а здесь кухня гостиная 16 квадратных метров но это очень мало но как бы я думаю что это для любителей таких знаете замкнутых пространств но в принципе есть кто любит широкие большие а есть кто любит маленькие но чтобы так вот ты силы и вот буквально ощутил тактильно все стены которые вокруг тебя но как по-другому это еще объяснить 16 с половиной квадратных метров пишут что это просторная общая комната вы с ума сошли что ли как это может быть кухня 2 и 4 метра что такое вообще ниши вот кухня 2 и 4 метра как там готовить я вообще не понимаю ладно сейчас мы с вами подумаем как не готовить вот мы поставим кухню так может быть буквой п загнем ее поставим вот так у нас получится остров и останется место только вот поставить стульчики вокруг и какой-то диван ну может быть так но конечно говорить о просторе здесь вообще не приходится то есть вы должны для себя четко понимать что это конечно же экономия потому что но мы экономим на квадратных метров экономим деньги и потом ютимся в небольших комнатах я не говорю на самом деле что это плохо конечно это я уж так поглумился дорогие друзья каждый сам для себя решает хорошо ему это или плохо с другой стороны если это какая-то молодая семья и начинает свой жизненный путь им и так в кайф знаете если из однокомнатной переехали то и так хорошо я вам честно так скажу это я уж так тут посмеялся и поглумился но на самом деле то есть тут как бы надо четко себе отдавать отчет а что вам нужно и на что вы готовы потратить деньги вот и все вопрос то в деньгах ведь только стоит поэтому сами вот решайте я вот сказал что сюда влезет да поняли идем дальше у нас остаются две комнаты одна 14 7 квадратных метров другая 15 и 3 кстати говоря если бы я делал выбор в планировке в пользу общей комнаты или спальных комнат то я бы конечно в пользу гостиной отдал то есть я бы отщепнул три метра от одной три метра другой но зачем спальни большими нужны мы ведь приходим туда только спать и все а в общем то основное время это кухня гостиная поэтому лучше кухню гостиную делать метров 25 ну как минимум спальни поменьше но здесь получилось как получилось а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании дальше конечно меня позабавило просторная гардеробная вот ребята вот этот вот клоповник это вообще не гардеробная ну то есть гардеробная не может быть такого размера то есть метр двадцать на метр это не гардеробная это кладовка в лучшем случае понимаете вы как бы это запомните понятие есть гардеробная а есть кладовка вот это кладовка а гардеробная это когда мы можем зайти эта комната у нас здесь шкаф здесь шкаф вот это гардеробная а Это кладовка, вот поэтому давайте сделаем лучше кладовку, вход сделаем отсюда, сюда поставим стиральную машину, уборочный инвентарь, лыжи свои беговые поставите, санки детские, у вас же школьники тут будут жить или кто тут еще, сезонные вещи напихаете, потому что у вас в прихожей места нет нифига под верхнюю одежду, вообще ее нет. И кстати говоря, у меня большие сомнения по поводу глубины вот этой ниши, вот сколько она здесь, шкаф должен быть глубиной 60 сантиметров, а здесь похоже только место для гвоздей, чтобы одежду повесить, вот, короче, где тайная комната, мы все хотим у вас узнать, где она, где то пространство, в которое мы заходим и ощущаем простор, где, в какую сторону долбиться, вот сюда, сюда, сюда или сюда, алло, основа, дайте ответ, пожалуйста, в какую стену мне пройти, чтобы получить тот самый простор, но пока мы ждем комментариев от представителей ЖК основа, разрешите вас поздравить с новым годом, пожелать вам всего наилучшего, так сказать, счастья в семейной жизни, простора в комнатах, красивого дизайна, эргономичных планировок, все на этом, пока, ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, да пребудет с вами муза, с наступающим!